Работа как внутренняя игра. Раскрытие личного потенциала. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, и они про спорт. Но хочу заметить, что... Ну да, это начинается книжный бухтёж. Стыд ли тебе читать подобную литературу? Да, стоит. Она вроде как бы про спорт. Да и написал её не бизнесмен, и даже не инфобизнес-тренер, а именно тренер по теннису. Но в то же время все эти советы, а точнее те высказывания, которые я выписал, они прикладные. То есть ты можешь услышать, переосмыслить и переложить на свою плоскость. Ну вот в плане бизнеса или жизни. Они действительно любопытные. Так что не с той точки зрения, что да, расширю-ка я кругозор, а просто потому, что кажется, бизнес имеет свою формулу. Ой, господи, что я говорю, бизнес. Спорт имеет свою формулу. Для того, чтобы стать чемпионом, нужно усердие, нужна техника, нужен точечный подход и что-то еще. Секретный ингредиент. И именно эта книга и обещает этот секретный ингредиент показать. Вот мы сейчас и проверим. Переходим к вводу номер один. Мне пришло в голову, что в голове играющего происходит диалог. Внутренний разговор, похожий на внешне со мной. Командный голос в его голове дает телоуказания, сходные с указаниями тренера. Не запаздывай, отводя ракетку назад. Шагни навстречу мячу. Плечи работают. Потом тот же голос оценивает удар и работу самого ученика. Кошмар! В жизни не видел такого ужасного удара слева. А необходим ли вообще этот внутренний диалог, думал я. Помогает он обучению или мешает? Я знаю, что когда известных спортсменов спрашивают, о чем они думают во время своих лучших выступлений, все они заявляют, что в общем-то они не думают ни о чем особенном. Они говорят, что их мозг спокоен и сосредоточен. О самом выступлении они думают до или после него. Могу сказать тоже, и по своему опыту Танисиста. Когда я играю очень хорошо, я не пытаюсь контролировать свои удары командами или оценками. Все происходит гораздо проще. Я ясно вижу мяч. Выбираю место удара, и все происходит само собой. Интересно отметить, что удары становятся более контролируемыми именно тогда, когда я не пытаюсь их контролировать. Вывод прост до безобразия. Но как его переместить в точку роста и в точку развития бизнеса? Как это можно заниматься бизнесом и в то же время не думать о бизнесе? Ну, давай разберем на примере продаж. Если твоя задача сделать, скажем, один звонок, ну вот прямо сейчас после подкаста, один звонок, и в тот момент, когда ты делаешь звонок, ты разговариваешь как бы на автопилоте и думаешь, что тебе сказать следом покупателя, что тебе добавить, что дорассказать, то ты не будешь собран, ты будешь расфокусирован, ты будешь в ожидании предположения того, что тебе скажет твой клиент. И как итог, ты его плохо выслушаешь, а значит не отработаешь нужные возражения. Ты будешь работать по шаблону, что тебе когда-то говорили. А так ли есть это на самом деле? Все же разные. Ну, конечно, есть какой-то скрипт, которого стоит придерживаться, но если ты в голове все время думаешь о том, что тебе сказать, то вряд ли что-то путное получится. Поэтому да, вспоминается из речения Брюссалей, будь как вода. Вывод второй. Возьмем, например, игрока, которого Е1, кстати, сейчас будет такие вот выражения, Е1, Е1 это критик, якобы есть у нас Е1 это критик, и Е2 это внутренний ребенок, который больше подвержен эмоциональному окрасу. Итак, возьмем, например, игрока, которого Е1 убедила в том, что у него слабый удар слева. Видя мяч, летящий под удар слева, он думает, ой, это трудный мяч. Эта мысль проносится у него в мозгу быстрее мяча. Обычный желтый мячик, летящий с некоторой скоростью и по некоторой траектории, теперь воспринимается как надвигающаяся угроза. В организме игрока происходит выброс адреналина. Он дергает рогеткой, делая оборонительные движения, и отступает назад, чтобы отсрочить неминуемую ошибку, которая, как ему кажется, вот-вот произойдет. В самый последний момент ракетка со злостью, но без особого эффекта, обрушивается на мяч, который пролетает высоко над сеткой, так, что соперник может легко отбить его. Е1 уже тут как тут, вот сейчас внимание, и у него уже есть самоучтожительный комментарий. Ужасный удар. У меня самый ужасный на свете удар слева. Теперь уверенно в себе у нашего игрока подорвано. Следующий мяч воспринимается как еще больше угрозы. В результате цикл самовмешательства будет повторяться. Е1 вносит искажения в каждый элемент действия. Искажение представления о самом себе вызывает искажение восприятия, которое приводит к искаженной ответной реакции, подкрепляющей уже заранее искаженное представление о себе. Короче, запутанно, да? Но сейчас я тебе еще раз объясню. Смотри. Все воспринимается в контексте. Представь себе цепочку. Вот тех дядечек лысых из 90-х в малиновых пиджаках. Вот у них такие здоровенные цепи золота, так? И там есть у каждой, ну, маленькие звенья, которые соединяются между собой. Вот ты представь, если он рассматривает пример теннисиста, он выходит на корт и отбивает. Когда он отбил, ну, точнее, когда он видит подачу и пытается ее отбить, включается первое звено. Первое звено обсуждают, ну, точнее, размышляют, а стоит ли отбить тебе этот удар? Ой, он какой-то что-то непонятный для меня, и вообще левая сторона у меня хромает. То есть первое звено активировалось, следом идет второе. Ты отбиваешь уже с меньшим рвением, как у тебя могло быть, и как только ты отбил мяч, включается второе звено. Оно говорит, господи, какой ужасный удар, ну, что ты делаешь? Третье звено. Ты пока размышляешь на эту тему, не обращая внимания на то, что твой соперник уже отбил мяч, и он летит в твою сторону. Включается третье звено и так далее. Короче, это какая-то лавина бесконечной головомюсль в твоей голове. Лучший результат, про первый вывод, вообще не думать про это. То есть выбросить всю эту рундистику из своей головы. Потому что здесь есть цепная реакция. Ты только позволяешь себе размышлять о том, что у тебя не получилось, или, возможно, какой у тебя там слабый удар, или что-то еще, и все, начинается коллапс. Берегись, берегись. Так что попытаюсь все-таки этого избежать. Вывод номер три. Моя задача заключается в том, чтобы не только сделать конечную цель как можно более ясной, но и обнаружить скрытое назначение и мотивация для достижения этой цели. Позволить ученику лучше осознать выбор, который он делает, и причина этого выбора была для меня существенной частью процесса обучения. Ученик чувствовал, что он получал больше возможностей и контролировать себя. И его, естественно, реакцией было взять на себя больше ответственности. Сейчас, внимание. Проявить больше инициативы и творчества для достижения своей цели. Не менее важно, что это значительно уменьшает сопротивление переменам, которые были свойственны старой командно-административной модели. Как говорится, действие равно противодействию. Человеческому существу свойственно сопротивляться вторжение в его пределы. Если сопротивление не выражено прямо, оно будет проявляться косвенно. Как бы то ни было, сопротивление разрушительно действует на желаемый результат. Учеников, привыкших к командно-административной модели, большая степень свободы часто смущает. Но когда ученик понимает, что учитель не будет оценивать его выбор, как плохой или хороший, он берет ответственность за себя. Вывод про то, что мы учимся все-таки лучше, когда нами не командует, как марионеткой. Ногу сюда, корпус сюда, развернуть плечи так. А именно, направляет нас. Давай живой пример. Недавно я ходил в стрелковый клуб. Это был такой своеобразный челлендж из моего подкаста «52 неделя держимости». Я стрелял из настоящих пистолетов и автомата. И, конечно же, человек, который, блин, никогда не держал пистолет в руках, а он, я тебе скажу, вообще нелегкий, и отдача у него, мама не горит точнее, знаешь, она, ну, вменяемая отдача, но когда ты этого не ждешь, и в детстве ты держал только пластмассовый пистолет и стрелял маленькими пульками, то, блин, отдача от выстрела и порох, который там появляется, это тебя, мягко говоря, смущает. Так вот, я стреляю, и куратор, или, я не знаю, тренер по пулям, по пистолетам, он стоял и направлял меня. Это, знаешь, такой мужик армейского сложения. Он такой, «Так, ты чё? Ну-ка, держи, руки, руки, стреляй вот в эту сторону, отводи курок, сейчас хрести тебе, давай, давай!» То есть это было вот так. И он мне один, точнее, наверное, раз пять повторял о том, что после выстрела я пистолет опускаю вниз, то есть он у меня стремится в пол. Ну, не буквально в пол, но он у меня всё время дуло опускается. Я вообще его не понимал. Точнее, ну, как? Потом он сделал видео, ну, то есть взял мой телефон, записал это на видео, и оказалось, что, я не знаю, видимо, как тебе сказать, в общем, есть курок, настоящий куроков пистолета, и он тоже металлический, то есть требуется за счёт того, что у меня длинные пальцы. У меня, видимо, я не знаю, нажим происходил с помощью кисти, и за счёт того, что я нажимал с помощью пальца и кисти, у меня рука автоматически наклонялась. То есть я увидел это со стороны, и первые вот эти административные его советы, типа, я их вообще не воспринимал. То есть я превращался в марионетку и отключался. Но, когда он мне это показал, я смоделировал в голове, что я делал не так. И произошло чудо. Ну, точнее, как чудо. Я не стал стрелять, как Нео из матрицы, но, по крайней мере, я понял, что можно не опускать пистолет. Так что вывод действительно хорош. Я не знаю, насколько у нас много профессионалов, в смысле тренеров, которые умеют делать так же, но этому стоит поучиться. Вывод четвёртый. Очень скучная работа операторов. Мы попросили операторов оценить степень теплоты, дружелюбия или раздражения, звонящих по шкале от 1 до 10. Маленькая предыстория. В общем, как итог, почему мне понравилась середина книги и концовка, значит, автор рассказывал про то, что взяли в крупную компанию и поставили задачу как раз-таки поднять уровень вовлечённости этих самых операторов, ну, чтобы поднялась качество обслуживания клиентов. Сложная задача. Ну, вот и начал разбирать это. Затем операторы учились выражать разные чувства собственным голосом. Это было похоже на обучение актёрского мастерства и было занимательно. Когда эти два упражнения объединили, это стало довольно интересной игрой. Например, если оператор различала в наушниках уровень стресса 9, она могла ответить звонящему с теплотой в голосе соответствующий уровень стресса, то есть тоже 9. В большинстве случаев уровень стресса в голосе звонящего при прощении значительно уменьшался. Кто работал когда-то, не знаю, в отделе поддержки, мне кажется, это адская работа, она неинтересная и жутко бесящая, потому что, как правило, звонят раздражённые люди, мол, блин, у меня сломался интернет, у меня сломался компьютер, или у меня что-то, то есть люди всегда на негативе. И, конечно же, у таких людей, которые работают в поддержке, у них не часто, точнее, нередко появляется выгорание, и просто какое-то отупение от того, что постоянно людям от меня надо. То есть всё злость-то направляет в твою сторону. Что сделал автор? Он сказал, что давай будем относиться к процессу звонкам, как к игре. Может быть, даже раскачаем своё актёрское мастерство. То есть мы должны в момент телефонного разговора оценить от 1 до 10 голос собеседника, насколько он расстроен. Если он расстроен, например, на восьмёрку, то есть близок к тому, чтобы разрыдаться, я не знаю, то мы должны тоже подстроиться под него и на уровень 8 голосом, да, голосом продемонстрировать свою заботу. То есть, во-первых, прокачивается навык слушания, потому что мы начинаем оценивать. А во-вторых, органы чувств. То есть, ну, недаром говорят, что если ты хочешь что-то запомнить или усвоить информацию, тебе нужно включать несколько органов чувств. То есть не просто слушать, но желательно включить ещё там киноэстетику, что-то трогать. Или слушать и видеть, или там слушать и включать образное подобие, я не знаю, вещей. Вот. И таким образом люди начали больше и внимательно выслушивать людей и давать им точечные рекомендации. Кстати, вот вывод пятый, он как раз-таки продолжение. Или шестой, не помню. Как и в теннисе, внутреннее вмешательство снижалось благодаря более высокому уровню наблюдения за происходящим в окружающей среде. Игра была забавной и самоподкрепляющейся. При этом от супервайзеров не требовали, чтобы они ввели её в обычную практику. Операторы играли по своему усмотрению и по их словам продолжали играть даже во внерабочей обстановке. Вскоре многие поняли, что могут применять новые навыки слушания в общении в семье с друзьями. Когда же были получены внешние оценки вежливости, они произвели впечатление на всех участников. Рейтинги вежливости повысились гораздо больше, чем ожидало руководство, несмотря на то, что операторы не стремились быть вежливыми. Операторы учились слушать и лучше выражать свои чувства. Им было весело. Было очевидно, что операторы с голосами живых людей, а не уставших роботов, воспринимались внешними наблюдателями как более вежливые. Да, так оно и было. Я был готов к таким косвенным результатам, но остальные отнеслись к ним как к чуду. Про звенья помнишь, я говорил? Здесь та же самая история. Мало того, что операторы не просто учились, сидя в своих офисных коробках, они и принимали эти техники в жизни. И получалась причинно-следственная связь. Люди, более счастливые на работе, становились более счастливыми в личной жизни. Люди, более счастливые в личной жизни, становились более счастливыми в работе. То есть, если они себя чувствовали хорошо на работе, они приходили и думали, ого, если в работе что-то поменялось, то как это поменяется в моей личной жизни? А дай-ка я попробую. И пробовали. У каждого из нас, ну, по логике, там, где-то есть вторая половинка. Ну, типа, парень, девушка, и их тоже можно слушать и точно так же оценивать по шкале от этого до десяти. Главное, мы об этом не говорим. Все, вот так просто. Вывод номер шесть. В конце дня вы гордитесь тем, что удалось вычеркнуть из списка сто сорок девять пунктов. Все это можно сделать, даже не задумываясь о цели ни одного из этих действий. Вы только и знаете, что это нужно сделать. Это инерция делателя. Весь день вы делаете, 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 делаете и делаете. Называет работой. Приходите домой уставшими и неудовлетворенными. Может быть, раздраженным, но все же почему-то гордитесь тем, что трудились, не покладая рук. Может быть, вам и удалось отбиться от демонов еще на один день. Может быть, вы даже справились с кое-какими авралами. Но продвинулись ли вы к истинной цели своей работы? Получили ли вы от неудовольствия? Вывод, знаешь, какой? Такой добивающий, по крайней мере, для меня. Я, по-моему, блин, я все время забываю, как эта книга называется, про планирование Дэвида Аллена, про то, что есть важные дела, есть срочные дела, есть срочно важные дела, есть неважные и так далее. Так вот, у меня было такое, что я что-то, я же себя оцениваю каждый день. У меня есть там дневник оценки, где я просто себя без, не знаю, каких-то преукрашательств, зазрения совести ставлю себе плюс-минус, как мне кажется, настоящую оценку. Типа, вот сегодня у меня там 6 из 10. Неплохо, но могло быть лучше. И как раз-таки вот это неплохо ставилось только тогда, когда я делал много задач, но не особо важных. А когда я выполнял, даже вот представь, на чашу весов с одной стороны там 10 выполненных задач, вроде срочных, но не особо важных. и на другой чашу весов одна выполненная задача, но важная, которая в конечном итоге даст тебе какой-то качественный результат. И я мог потратить на вторую, ну, в смысле, на вторую чашу весов гораздо меньше времени, ну, там, не знаю, часа 2, а по итогу чувствовал себя морально лучше и удовлетворенным. Так что, еще раз я говорю, этот вывод добивающий. Нужно с этим, наверное, раз в 10 столкнуться с точки зрения теории из книг, типа, важные, неважные, срочные, несрочные, а вот тебе еще раз, делай только важные дела, посмотри на список твоих задач и оцени, что из того, что ты делаешь, действительно даст тебе результат. А потом фокусируйся на этом. Так, и вывод номер 7, последний, сейчас, секунду. Он называется «Краткие стопы». Но в течение этих двух минут мы могли перевести дыхание, сосредоточиться и вскоре поняли, что наше осознание улучшалось, как и оценка по достоинству той работы, которую мы делали. И мы начали относиться к этому как самые трудные, но наиболее благотворные обязанности из тех, которые мы выполняли. «Краткие стопы» не требуют больших затрат времени, но вознаграждают сторицей. Каждый из них напоминает вам о том, что вы не жертва инерции исполнения. Вы можете остановиться, подумать и снова приступить к делу по своему выбору. Это ценная привычка для любого человека, стремящегося работать осознанно. Личный пример. Что это значит делать краткие стопы? Бывает же, да, когда ты что-то делаешь и тебе кажется, блин, вот что-то весь день как-то криво идет из-под палки, как будто бы я не с той ноги встал, что-то и клиент мне отказывает сразу, и что-то вот не получается. Что надо сделать? Вот тебе руководство действия, а точнее пример из практики, в которой я чуть не попал в аварию. В общем, это была моя первая машина, и я особо ездить не умел. Была такая широкая дорога, в Новосибирске тоже есть широкие дороги, и я ехал со своей девушкой, мне нужно было ее остановить. Я, значит, ну, перестраиваюсь к правому крайнему ряду, перестраиваюсь, перестраиваюсь, ну, и вижу, что сзади едет троллейбус, ну, и что-то как бы ссыкотно, потому что тут останавливаться нельзя, мне нужно быстро остановиться и выпустить. Я это делаю, ну, и за счет того, что там поребрики высокие у этой дороги, я, естественно, естественно, криво останавливаюсь и шоркаюсь поребриками, то есть я себе косячу диски прям, и это страшно, страшно того, что машину немного даже подбросила, ну, не подбросила, а как бы швыронула. Я останавливаю, ну, у меня из-под мышек просто льется Ниагарский водопад, мне, ну, страшно, что там с колесами вообще случилось. Моя девушка выходит, и что происходит дальше? Я в таком состоянии от тупения и шока, ну, понимаю, что мне надо ехать дальше, сзади меня троллейбус, я еду, еду, и у меня даже немного приоткрывается рот, и вот, вот должна включаться техника стопа, мне надо было свернуть где-нибудь направо и просто выйти, не знаю, подышать, там, технику дыхания сделать, и дальше поехать. Я еду дальше, и, блин, буквально через две минуты я опять чуть не попадаю в аварию, я просто нахожусь в шоке, и, видимо, как-то меня заводит руль в другую сторону, и меня там пибикают с другой стороны, и так далее. То есть, опять сработала цепная реакция. Техника стопа. Если у тебя что-то не получается, и ты чувствуешь, что-то пошла не та волна, остановись. Может быть, надо налить чаю, перехватить печеньку без сахара и без глютена, и хавануть ее, и все будет хорошо. Кстати, про без сахара и так далее. Я давно, но это все выводы, так что обнял, поцеловал, заплакал, но для, наверное, кармических здоровых людей, которые хотят сделать пользу, у меня есть предложение. В общем, у меня есть один кореш, который все время меня подкалывает. Ну, знаешь, я сходил с ним как-то раз в аптеку, он купил какие-то таблетки для себя, что ли. Это маленькая, блин, пачка таблеток. И кассир такой, ну, там, пакет нужен? Ну, такой, ну, да, ну, знаешь, вот это на автомате. Пакет, блин, для одной пачки таблеток. Это что, блин? И я его начал отчитывать. Ну, потом, типа, нахрена ты взял пакет? Ну, типа, это пластик. Я прекрасно видел, что происходит с пластиком, особенно там на Бали, например, где там Ом, Ом не Ом, но, в общем, там все загажено, особенно в момент прилива и в определенные времена года. Ну, в общем, я ему рассказываю, рассказываю, и он меня периодически подкалывает. Вот, мол, по-моему, неделю назад, или когда там танкер с нефтью перевернулся под Красноярском вроде. Еще там дня три назад рядом с Камчаткой. И он мне говорит, слушай, вот твои вот эти задротские приключения о том, что, нравоучения, что не надо там пакетик брать, вообще меркнут по сравнению с тем, что вот какой пиздец приходит вообще природе. И что мне после этого надо делать, сказать, ну, ладно, все, как бы, давайте, давайте фантики кидать где угодно, давайте свинячить, сорить, и насрать должно быть на всех и вся. нет. Я думаю, что нам нужно сделать еще больше усилий. Мало того, что я говорил про то, что хватит брать, блин, эти дурацкие трубочки, если вы пьете кофе. Вообще, пожалуйста, не надо брать эти трубочки. Не надо, особенно если ты пацан, это по-гейски выглядит, вот херню это в губы засовываешь, это же пластик. Но у меня пришел еще один инсайт, где мы можем сделать максимальное добро и все бесплатно. Короче, мы же пьем воду, правильно? Ну, в бутылках. У меня, кстати, стеклянные бутылки, но все-таки бывает, я в магазинах покупаю. И в Европе я, например, замечал, что прямо на контейнерах мусора есть схемы, что делать с бутылками. Открывают колпачок и выдывают из них воздух. Это делается для того, чтобы бутылка занимала меньше места в мусорном баке. Да, еще раз, это задротская техника, но, блин, она занимает всего 2 секунды времени. То есть, если ты часто пьешь колу, не колу, там всякие минералки, лимонады, то, пожалуйста, просто в следующий раз, когда ты будешь выбрасывать свое мусорное ведро, ты же можешь взять, выкачать воздух, ну, в смысле, там нажать на нее и сделать эту бутылку чуть меньше. По крайней мере, ты будешь в совокупности выбрасывать мусор реже. А значит, нагрузки на мусорные свалки будет меньше. Да, это капля в море, но если кто-то из осознанных людей сейчас прослушает и сделает так же, как это делаю я, блин, я тебя респектую. Вот прям обнял, тебя именно, поцеловал, но не буду, нет, если ты парень, не целовал и заплакал. Вот горжусь, что мы такие есть. Все, давай нести добро, ладно? Ну, хоть какое-то, минимально. Субтитры создавал DimaTorzok